Минприроды предлагает узаконить вынужденный отстрел диких животных в тех случаях, когда они представляют угрозу жизни человека. Проблема актуальна не только для Сибири и Дальнего Востока, где ежегодно происходят десятки трагедий по вине медведей. От встречи, к примеру, с бешеным волком или лисицей сейчас не застрахованы даже москвичи и петербуржцы. Виталий Воронин об опасном мире животных. Не ешь! Не ешь! Не ешь! Фу! Это моё моего! Моя рыба, говорю! Моя! Лунка моя, рыба моя! Вместе с морозами в российские города пришли и другие незваные гости, дикие животные. Ой, вообще, оттас! Раз, два, три! И вон она четвёртая! Лисы, волки, песцы и даже медведи зачастили в населённые пункты. Сейчас в глухом лесу встретить зверя сложнее, чем рядом с домом, рассказывает Игорь Воробьёв, охотник с 30-летним стажем. Вот это вот лиса, а вот это кабан. Вот видите, это кабан шёл. И он пошёл на гармошку, да. Следов много, а толку мало. Лиса и волк давно перестали быть ценной добычей для охотника. Вот и расплодились. Ну нет, я вот сейчас не знаю ни одного места, где можно пойти и продать лесу. Ну, может, её купят за 500 рублей. Регулярная зимняя перепись лесных обитателей показывает, что численность диких животных в России неуклонно растёт. Популяция лисиц, особенно волков и даже медведей, с конца 90-х увеличилась в разных регионах на 20-30%. Так что зверю в лесу теперь трудно найти достаточное количество пропитания. И животные идут туда, где еда всегда есть. Поближе к населённым пунктам, поближе к человеку. Я столько не ловлю, сколько ты ешь. Держи. Так, 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 так. И ладно, когда всё заканчивается мирным угощением, но дикие звери всё чаще нападают. В основном на собак и других домашних животных. Хвост остался от собаки. В республике Коми из-за волков спецоперацию провели. Стаю гоняли 7 бригад. В центре Норильска в декабре только бойцы Росгвардии остановили дикого волка, который пришёл из тундры и покусал четверых человек. Летом также полицейские в Воронежской области усмиряли медведя, который убил пенсионера. Но привлечь охотника для борьбы сейчас целая проблема. Стрелять ближе 500 метров от жилья запрещено. Разрешено в определённый период, в определённых угодьях, на определённых зверей за нарушение, вплоть до уголовной ответственности. Здесь чётко всё установлено. Заяц, лиса, енотовидная собака и волк у меня ещё записан. Я писал заявление. А если зверь пришёл не в том месте и не в то время? Даже охотный инспектор или егерь может выстрелить лишь по решению специальной комиссии. А её ещё надо собрать, а потом выдать предписание. А если некогда? У меня в огороде медведь. Он, походу, съест мой лайк сейчас. Министерство природных ресурсов предлагает упростить в таких случаях вынужденный отстрел, чтобы, во-первых, быстрее принимались решения, а во-вторых, привлекать в экстренном случае обычных охотников по соседству. Мы расширяем круг лиц, которым предоставлено такое право, участвовать в мероприятиях по регулированию численности. Потому что необъятные просторы нашей страны не позволяют должностным лицам пользователей животного мира осуществлять регулирование, так сказать, ну, по всей части. Важная оговорка. Речь о тех животных, что не в Красной книге, а тех, на кого, в принципе, охотятся. Конечно, есть опасность, что таким отстрелом начнут прикрываться браконьеры. Чтобы этого сбежать, можно, например, изымать вынужденную добычу. Одно дело, когда охотник здесь выступает на стороне защиты, здоровья и жизни человека, а другое дело, когда добытого животного, он начинает уже, значит, потихонечку куда-то оттаскивать. В советское время тоже был вынужденный отстрел. Тогда за него охотников еще и стимулировали. Выдавали, например, за добытого волка лицензию на лося. Тогда есть и охотничий азарт, и интерес. В районе, я думаю, должно быть 3-4 человека, профессиональных охотников, которым мы такие задачи можем поставить. Как вариант? Да. Чтобы они, типа, охотничий спецназ. Да, охотничий спецназ, согласен. Но в ведомстве подчеркивают, поправки на стадии разработки в ближайшее время на охотничий спецназ рассчитывать не приходится. Так что, если встретите на улице милую зверушку из леса, лучше отойдите. Он должен быть бешеный, не надо трогать. Виталий Воронин, Дмитрий Федотов, Артур Мурадян, Елизавета Невмывака, Алексей Фролов. Известия. Специально для Пятого канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова